Медиатренды, будущее печатных изданий и как попасть на федеральные каналы. Образовательный форум Таврида «Смена молодых журналистов» продолжает свою работу. Форум Таврида дает возможность участникам из регионов пообщаться с представителями федеральных средств массовой информации и знаменитыми блогерами, которые во время обучающих программ раскрывают свои профессиональные секреты из области журналистики. Посечаемость держится на каком-то уровне или даже растет, но это, как правило, все приходит из соцсетей. То есть напрямую люди, как раньше, там, допустим, забивают какие-то три буквы www.life.ru, допустим, да, или в Яндексе забивают что-то там live и заходят, у него все меньше, 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 меньше. Я уверен, что то же самое и у всех моих коллег происходит. Ну и еще надо отметить, что, в принципе, наверное, один из таких вот правильных трендов, это то, что, наверное, веб как платформа, она все-таки уже перестанет существовать, то есть сайты, то есть раньше были там газеты, да, печатные и так далее, потом все говорили о сайтах, они были теперь, скорее всего, уже сайтов, я думаю, что не будет. Форум – это в первую очередь обмен опытом и интересными проектами между участниками смены. Стоит отметить, что многие молодые журналисты проходят обучающие семинары, не отрываясь от работы. Это очень круто, это уникальная возможность, совмещая работу и поездку на Редфорум, сидеть с ноутбуком на берегу моря, делать какие-то свои рабочие дела и после этого идти на обучающую программу, общаться с самыми крутыми журналистами, которые есть сейчас в России и получать новые незабываемые опыты. Разобраться в плотном графике и не потеряться в лагере участникам смены помогают волонтеры. Каждый доброволец работает на форуме две или три недели, а то и целое лето. Волонтерское деятельное всегда принесло мне удовольствие, всегда приятно видеть улыбки людей, когда ты им помогаешь, поэтому тут удовольствий никаких не было. Я подал заявку и попал в волонтерский корпус форума то время. На площадке форума проходит работа профильных школ, каждый из которых курируется партнером, специализирующимся на сфере смены. Закрепить все полученные знания участники могли на деловой игре. Лагерь превратился в выдуманный город Златоград, в котором существуют все насущные проблемы жителей. Задача игры – разобраться в них. Участники разделились на шесть медиахолдингов, в каждом был законно избранный главный редактор и подразделение по созданию видео, фото и текстов. Перинатальный центр мы наконец-то достроим. Вот перинатальный центр, который 5 лет уже стоит, без движения. Именно в этом году мы наконец-то получим деньги из федерального бюджета. А то есть до этого местным бюджетом не могли справиться? Нет, я лично этим занималась. По какой программе уточните с федерального бюджета? По программе улучшения жизни города Златоград. На самом деле деловая игра только началась, и на самом деле все очень сложно пока делать выводы. Но то, что могу сказать уже сейчас, то, что это очень крутая школа, это здорово помогает сплотиться всем ребятам, даже совершенно казалось бы, ну, вообще незнакомым из разных регионов, и это очень круто. И, наверное, здесь вот как раз тот случай, когда победа вообще не главная, а главную часть. Потому что в процессе реальной работы мы все знакомимся с навыками друг друга, с принципами работы в других делах, и это есть не что иное, как как раз таки обмен опытом. И, по-моему, вот это здесь самое главное. Таврида – это не только мастер-классы, обмен опытом и обучение азам журналистики. Кроме образовательной программы, молодые журналисты участвуют в разных развлекательных мероприятиях. Всероссийский молодежно-образовательный форум Таврида объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы. Его цель – формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Главный форум страны завершится 31 августа и объединяет на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России.